Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области за сутки зарегистрировали 1150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших растет. Кроме того, в регионе подтвердили еще 28 случаев заражения штаммом омикрон. Об этом рассказали на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. Губернатор Дмитрий Азаров поручил региональному министерству образования постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью в школах и садах. Переведут ли учащихся на дистант, расскажем в сюжете. Напряженная ситуация с тенденцией к росту заболеваемости. Так оценивает эпидобстановку в регионе областной Роспотребнадзор. В Самарской губернии снова фиксируют больше тысячи заболевших коронавирусом в сутки. Выявили еще 28 случаев заражения новым штаммом омикрон. Неделю назад было 13. В семь раз увеличилось число заболеваний COVID-19 среди школьников. Вводить ограничительные меры, в том числе дистант, учреждения могут, если у детей и сотрудников выявили коронавирус, либо из-за гриппа и ОРВИ отсутствует более 20% учащихся. Губернатор Дмитрий Азаров поручил региональному Минобру постоянно контролировать ситуацию. Внимательное и бережное отношение, соблюдение всех норм и правил, контроль со стороны министерства за соблюдение всех необходимых режимов в школах может защитить образовательную систему региона от перевода на дистанционное образование. Мы видим, какое распространение идет инфекции среди детей, и понятно почему. В том числе это связано с тем, что у нас дети не вакцинированы. Я думаю, что мы такой же рост в разы получили бы и по всему населению, если бы не были вакцинированы граждане страны, проживающие на территории Самарской области, ну и, конечно же, граждане иностранных государств, для которых мы также вакцинацию обеспечиваем. Система здравоохранения отмечает значительный рост числа амбулаторных пациентов с коронавирусом 10 131 человек и пока стабильное, без существенного роста количество госпитализированных в стационары с коронавирусом и подозрением на него – 2 190 пациентов. При этом выросло число госпитализаций детей в ковидные стационары. Принято решение о расширении коечного фонда и вовлечении дополнительных больниц. Это областная клиническая больница номер 2 и это часть педиатрического корпуса больницы Середа. Запаса лекарственных препаратов достаточно, и их продолжают пополнять. За прошлую неделю увеличился темп вакцинации, было привито почти 33 тысячи жителей. В целом вакцинировалось более миллиона 600 тысяч человек. В область поступила и первая партия детской вакцины от коронавируса – 1920 доз. В ближайшее время их распределят между муниципалитетами. Предварительно регион направил заявку на 110 тысяч доз. Светлана Кудрявцева, События. Защитить от заболевания может прививка, уверены медики. В регионе продолжается вакцинация. Тем, кто прошел процедуру более полугода назад, рекомендует привиться повторно. Для этого в торговых центрах работают процедурные кабинеты. Подробности в нашем сюжете. Некогда болеть, впереди большие проекты, рассказывает министр молодежного правительства Самарской области Александр Волков. Пока за спиной нового коллектива только елка желаний, но работа уже набирает обороты. И без иммунитета тут не обойтись. Что такое вакцинация, Александр знает не понаслышке. Он уже прививался, а сейчас настало время для повторной процедуры. Говорит, вакцинацию переносит хорошо и благодаря ей ни разу не болел коронавирусом. Чего не скажешь о близких. Меня и родители переболели, и бабушку сранила я не так в прошлом году буквально тоже от коронавируса. Так что меня болезнь, так скажем так, сильно потрепала. Я решил, что нужно все-таки сделать прививку. Это большая очень ответственность не только перед собой, но и перед своими друзьями, родственниками, перед остальным обществом. По словам медиков, тем, кто еще не привился, крайне важно не затягивая пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, не дожидаясь подъема заболеваемости, который прогнозируют эпидемиологи в связи с распространением нового штамма омикрон. Тем, у кого с момента первичной вакцинации прошло полгода, рекомендуют вакцинироваться повторно. Для этого подходит любая из зарегистрированных в России вакцин. В Самарской области они имеются в достаточном количестве. Для удобства жителей прививочные кабинеты организованы не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Там можно избежать очередей и лишних нежелательных контактов. Так как заболевание вирусное, и иммунитет с помощью вакцины вырабатывается не на всю жизнь, а на какой-то промежуток времени, выработана тактика, что каждые полгода – это тот период, который помогает поддерживать достаточное количество антител в организме, которое препятствует развитию в развернутой форме данного заболевания. Не стоит пренебрегать и мерами профилактики. Даже после вакцинации нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это также создает заслон для инфекции. Виктория Шарая, События. Не снижать темпы и объемы работ, в том числе по вывозу снега, а также усилить работу по расчистке кровель зданий. Такие поручения профильным службам дал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Необходимые сезонные работы обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Напомню, в городе насчитывается порядка 7 тысяч скатных кровель. Из них осталось очистить около четверти. В планах ликвидации опасных снежных навесов и наледи на 187 крышах работают коммунальные службы по всему городу. Из-за высокого риска работы на высоте сотрудники отдела государственной инспекции труда по Самарской области напоминают профильным службам. Перед выходом альпинистов на объект нужно проверять допуски на производство работ, а также при их наличии выдавать необходимую экипировку, спецодежду и обувь с раховочной привязи и канаты. Это важно не только при сезонных работах. Это важно в принципе вообще, потому что система охраны труда, что такое охрана труда? Это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе выполнения трудовой деятельности. То есть это напрямую зависит жизнь и здоровье работника, который выполняет эти работы. Завод РКЦ «Прогресс» готов приступить к созданию первого летного образца ракеты-носителя «Союз-5». На каком этапе находится разработка экспериментальной установки и почему приостановили работу над техническим проектом сверхтяжелого космического аппарата для полетов на Луну, расскажет Максим Магомедов. Ракета-носитель «Союз-2» предназначена для запуска космических аппаратов на околоземную орбиту. За 2021 год РКЦ «Прогресс» выполнил 22 пуска ракет этого типа. По словам генерального директора предприятия Дмитрия Баранова, в текущем году планируется запустить еще 20. А вот разработка сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов на Луну была приостановлена. После представления эскизного проекта заказчику, которым выступила корпорация «Роскосмос», с РКЦ «Прогресс» был заключен госконтракт на выполнение технического проекта. Однако его вскоре расторгли по инициативе «Роскосмоса». Сегодня нет единой позиции, какие задачи должен решать такой носитель. Нет единой позиции по порядку и способу финансирования. Имеются также вопросы, может быть, как-то пересмотреть облик ракеты-носителя в пользу изделий с большим применением новых технологий. В конце прошлого года утвердили график создания ракетно-космического комплекса «Союз-5». Летно-конструкторские испытания назначены на следующий год. Одна экспериментальная установка уже была успешно испытана. Сейчас на различных этапах сборки находятся два бака. Один с окислителем, другой с топливом. В первом квартале этого года их отправят на испытания в город Королев. Еще один бак находится в завершающей стадии сборки. Его будут испытывать позже. Летом должны быть готовы все результаты испытаний. А уже в конце года планируют отправить готовую огневую машину в Центр координации проектов «Сергиев Посаде». Сейчас мы ввели полностью одну из трех установок для сварки тренинг с перемешиванием. И сейчас начали изготовление деталей для экспериментальной установки еще одной. И я думаю, в ближайшие буквально недели, даже не месяца, а недели, начнем изготовление уже первого летного образца. РКЦ «Прогресс» ведет работы над созданием малых космических аппаратов АС-2Т для дистанционного зондирования Земли. Они предназначены для получения стереоскопических изображений земной поверхности, а также будут использоваться для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События. В Самарской области обезвредили группу, которая занималась сбытом фальшивых денег. Операцию провели представители МВД, ФСБ и Росгвардии. Задержанный предполагаемый организатор и трое участников – жители Самарской области от 30 до 40 лет. Они успели реализовать около 1800 поддельных купюр номиналом 5000 рублей на сумму более 9 миллионов. Следователям ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. По адресам проживания фигурантов произведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, а также денежные купюры с признаками подделки. Изъятые направлены на экспертизу. В настоящее время всем задержанным избранным меропресечением в виде заключения под стражу. Эфир продолжит новости экономики. С ними в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Правительство поручило сдерживать цены на молочные продукты. Какие меры планирует предпринять? О них расскажу уже через минуту, а сейчас поговорим о налоге на роскошь для автомобилей. Правительство России обновит параметры налога на роскошь для автомобилей. Несколько ведомств обсуждают применение повышающих коэффициентов в зависимости от мощности машины и года выпуска. Указанное изменение обеспечит более объективный расчет и минимизирует спорные ситуации при администрировании транспортного налога. По нынешнему закону владельцы машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить налог на так называемую роскошь, то есть с полуторным коэффициентом. Правительство России поручило проработать дополнительные меры поддержки молочного бизнеса и предусмотреть компенсацию затрат предприятий на закупку кормов в текущем году, по примеру, прошлого года. Эти меры позволят отрасли развиваться и не допустить роста цен на молочную продукцию. На отрасли сказались экономические последствия пандемии. Производители отмечают, что выросла стоимость кормов, ветеринарных препаратов и электроэнергии. Сгладить последствия и сдержать с темпы роста затрат помогли меры правительства, например, выделение 10,5 миллиардов рублей на приобретение кормов. Тем временем зарубежные ритейлеры стали чаще уходить с российского рынка. В минувшем году закрыли свои точки по России MyToys, Кампина и Галина Бланка, а также другие. О своем уходе в текущем году объявил бренд одежды Киаби. Магазины сети Касторама постепенно интегрируются в Максидом. Сделки поглощения и слияния компаний также стали частой тенденцией в 2021 году. Торговая сеть Магнит приобрела Дикси, а лента поглотила две торговые сети, а также интегрировала сервис доставки Утконос. Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на бирже, чтобы защитить рубль от обвалов. В понедельник отечественная валюта резко упала. Поводом стало обострение ситуации вокруг Украины. НАТО решило усилить группировку в Восточной Европе. Фондовый рынок вернется на исходные значения, как это всегда случалось, заверил представитель Кремля Дмитрий Песков. А вот в Госдуме ожидают еще большее падение рубля к концу весны. На 26 января официальный курс доллара 78 рублей 64 копейки, евро 88 рублей 93 копейки, нефть марки Brent 86 долларов и 95 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Посмотреть на будущий дом с экрана планшета, узнать из чего делают лекарства для нефтяных скважин и прогуляться по даче мецената Головкина, не выезжая за пределы Самары. В Татьянин день студенты представили свои научные проекты и презентовали их губернатору Дмитрию Азарову. Встреча прошла в научном центре коллабораций при Самарском политехническом университете. Чем удивили главу региона юные исследователи, расскажет Ольга Павлова. Что освоил ты за эти долгие годы образовательных программ? Я научился играть в шахматы, я научился еще на программировании собирать и программировать роботов. Ученик начальной школы Егор Гуськов хвастается перед главой региона своими достижениями. В Доме научной коллаборации юный исследователь занимается уже два года и за это время научился не только собирать и разбирать роботов из обычного конструктора. При правильном подходе фигуры, сделанные его руками, оживают и двигаются при помощи специальных сенсорных датчиков и управления с планшета. Здесь он препятствия видит? Да. У исследователей постарше задачи сложнее. Студенты технического университета, к примеру, разработали цифровые модели строительства многоэтажных домов. Мы можем посчитать, сколько грунта нужно выкопать, сколько это займет объема работ, а также заканчивая отделкой помещений, например, сколько штукатурки потребуется для данного дома. Изучая научные разработки, можно даже узнать, как делают настоящее лекарство для нефтяных скважин для обеспечения их нормальной стабильной работы. И самое главное, у каждого представленного в Доме научной коллаборации проекта есть будущее и коммерческая составляющая. К примеру, студентка Ксения Ковалева планирует делиться своими идеями и разработками с крупными нефтяными компаниями. Да что там региона? Россией. Планируем взаимодействовать с нефтяными компаниями, но это дальнейшее после проведения дополнительных опытов, также на промысловых площадках, то есть непосредственно на скважинах. Посетить дачу мецената Головкина и особняк Клотта при помощи объемного изображения, разработанного юными учеными. Выяснить, как защитить трубы от коррозии при помощи двухкомпонентного эпоксидного состава. Один проект интереснее другого, отмечает губернатор и долго беседует с ребятами о тонкостях каждой из представленных научных разработок. Моя задача как губернатора, чтобы родная земля развивалась, что здесь все, что может крутиться, крутилось и вертелось, все шестеренки и все гаечки, значит, все производства работали. Конечно, появлялись новые производства, появлялись новые инженерные компании, появлялись компании инновационные. Встреча с юными исследователями завершила сообщение в формате «Вопрос-ответ». Губернатор региона поздравил студентов с праздником, поблагодарил за представленные проекты и пожелал воплощения самых смелых инновационных идей. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. В Татьянин день сотрудники госавтоинспекции поздравили с праздником именинец за рулем. Вместе со студентами Самарского машиностроительного колледжа они напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и вручили сувениры. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Учащийся Самарского машиностроительного колледжа Прохор Бородин свой первый день студента решил отметить с пользой. Вместе со своими одногруппниками принял участие в профилактической акции госавтоинспекции. Студенты нарисовали плакаты с призывом соблюдать правила дорожного движения, быть более внимательными и вежливыми на дороге. Прохор считает, что такой подход может повысить безопасность на дорогах города и уменьшить количество аварий. От этого в первую очередь зависит безопасность как и пешеходов, так и водителей. И все-таки нужно соблюдать вне зависимости от того, хочешь не хочешь, закон есть закон. Инспектор ДПС останавливали водителей для проверки документов. Ну а тех, у кого в водительском удостоверении было написано имя Татьяна, поздравили с праздником и подарили сувениры. Сами именинники были удивлены и рады услышать поздравления от правоохранителей. Если честно, в первый раз такое, то есть я знала, что у нас периодически поздравляют на 8 марта, останавливают девушек и женщины, тоже там, ну типа цветочки дарят и еще что-то, вот, а на день Татьяны как бы ни разу такого не было, очень неожиданно, ну и приятно. Конечно, все поздравляют, соседи, знакомы, родственники, да просто даже поздравляют. Очень приятно, очень круто. Вы знаете, это очень здорово, что такое есть, это очень здорово, что это все организовывается. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что в зимнее время стоит внимательно и осторожно передвигаться по дорогам города, за огранным трассам, особенно в ночное время суток. В холодную погоду асфальтовое покрытие становится скользким, поэтому тормозной путь автомобиля увеличивается. Также не стоит забывать о снегопадах, которые уменьшают видимость и реакцию водителя. Никита Колосов, Василий Колдашов, События. Аналитики Яндекса выяснили, что россияне хотят знать о студенческой жизни. В первую очередь пользователи интернета спрашивают о социальных стипендиях и пополнении социальных карт, а также пушкинской карте для студентов. Интересуются работой, недорогими ноутбуками и написанием научных статей. Среди примет в поисковике значится, под какую пятку класть пятак перед экзаменом, что говорить на удачу, можно ли мыть голову и стричь ногти, с какой ноги вставать и как правильно призывать халяву перед учебными испытаниями. Среди самых популярных вузов, чьи общежития фигурируют в запросах, Высшая школа экономики, МГУ, Санкт-Петербургский госуниверситет, МАИ, Сибирский федеральный университет, РУДН и другие в основном столичные вузы. В Самаре, как и по всей России, отмечают 84-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. За свою недолгую жизнь, а прожил он всего 42 года, Высоцкий снялся в 73 фильмах, написал около 600 песен и сотню стихотворений. В памяти о легендарном советском поэте, музыканте и актере, почитатели творчества возложили цветы к памятнику на Молдогвардейской. Тему продолжит Мэри Елчан. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Эти строки принадлежат поэту, актеру, барду Владимиру Высоцкому. Сегодня, 25 января, ему бы исполнилось 84 года. В каких бы ипостасях не выступал Высоцкий, его знают, любят и помнят до сих пор. А сколько его в нашем городе? Вот памятник, который установлен на том самом месте, где 29 ноября 1967 года выступал Владимир Высоцкий. В январе 1998 года одной из улиц присвоили имя Владимира Высоцкого. В 2000 году в одноименном сквере появилась стелла, посвященная поэту. Творческое наследие, которое Владимир Высоцкий оставил после себя, не позволяет думать о том, что его нет уже 42 года. Ровно столько же, сколько он успел прожить. Его бессмертные песни и стихи, роли в кино, знакомы почти каждому. Их слушают, читают и смотрят с таким же интересом, как это было во второй половине 20-го столетия, в пору расцвета таланта Высоцкого. В Самаре есть музей, посвященный творчеству выдающегося поэта-песенника. Немало усилий приложили основатели, чтобы популяризовать центр. Сегодня музей может показать посетителям многочисленные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Владимира Семеновича. Мы все равно будем помнить его и, так сказать, заниматься. А важно для подрастающего поколения, которое Высоцком за тысячи мало. Наша задача им рассказать. Но сейчас же новое время. Появились гаджеты хорошие, появились компьютеры. Любой текст, если ты знаешь первую срочку, можно найти, почитать. Любую песню можно послушать. Чего нельзя было сделать 50 лет назад. Владимир Высоцкий был в Куйбышеве дважды. Об этом свидетельствует множество фактов, документов и фотографий. В один из своих визитов 30 ноября 1967 года Высоцкий посетил Куйбышевский политехнический институт. С годами все дороже и ценнее становятся воспоминания людей, которым удалось побывать на концертах барда. Юрий Щербаков учился на втором курсе, когда впервые услышал исполнение любимых песен кумира вживую. После занятий и баллон все побежали в конференц-зал, и он у нас пел. У него исключительные песни, любую тему же у него есть. Иногда даже быту, обязательно его песни выхватят. Не забывайте об его творчестве, знакомить с творчеством Высоцкого тех, кто не знаком, но это молодежь, дети. И вы знаете, оно настолько интересно, многообразно, многоалико, что нет людей, которые остаются равнодушными. Общественный фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» провел акцию в изложении цветов в день рождения кумира. Почитатели творчества поэта регулярно проводят встречи, где читают стихи и поют песни легендарного барда. Мэри Илчан, Константин Головин, События. А теперь к новостям спорта. Самарские хоккеисты ЦСК ВВС уступили дома казанскому барсу из Татарстана. Баскетболисты клуба «Самара» обыграли руну из Москвы, обеспечив себе место в финале Кубка России. А крылья Советов одержали победу в заключительном матче на сборах в Турции. Самарские крылья Советов провели заключительный контрольный матч в рамках тренировочных сборов в Турции. Соперником «Волжан» стал сербский клуб «Радник». Встреча завершилась победой «Волжан» со счетом 2-0. По итогам сборов крылья одержали две победы над соперниками и один матч завершили в ничью. Баскетболисты «Самары» обыграли руну из Москвы, обеспечив себе место в финале Кубка России. «Самара» взяла более чем убедительный реванш у «Руны» за поражение в первом матче полуфинала. 89-74 рассказали в пресс-службе баскетбольного клуба. Соперником «Самарцев» в финале станет команда из Ревдо-Свердловской области, обыгравшая в двух матчах Новосибирск. Самарские пятиборцы стали бронзовыми призерами традиционного зимнего турнира, о котором спортсмены ежегодно открывают новый соревновательный сезон. В состязаниях приняли участие восемь российских команд. Сборная «Самарской области» заняла третье место, второе у команды из Нижегородской области и победителями стали представители Санкт-Петербурга. ЦСКА ВВС на льду нового Самарского дворца спорта принимал казанский «Барс» в регулярном сезоне высшей хоккейной лиги. Уже в первом периоде гости сумели трижды поразить ворота военных летчиков, на что хозяева ответили лишь одной заброшенной шайбой. В дальнейшем цифры на табло так и не изменились – 3-1 в пользу «Барса». Самарцы весь сезон пребывают на последней строчке турнирной таблицы и уже лишились шанса попасть в плей-офф. 26 января ЦСКА ВВС встретится с пензенским дизелем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok